Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Как всегда, мы говорим о самых интересных событиях, которые происходят в нашем городском округе Люберца, а также об интересных людях, которые приходят к нам в гости. И сегодня я рад приветствовать Евгения Куприянова, студента Люберецкого техникума имени Гагарина и преподавателя этого же техникума, а также, вот сейчас очень важное название, сертифицированного эксперта в системе WorldSkills по компетенции беспилотных авиационных систем Елену Анатольевну Зеляеву. Вроде бы все правильно сказал, сложно будет сегодня, но, с другой стороны, слово «беспилотник», я думаю, для многих телезрителей сегодня уже очень хорошо известно. И даже какие-то скандалы были вокруг этих беспилотных тем. Но начнем прежде всего с системы. Слово «техникум», региональный уровень, национальный уровень и даже международный, и целая система WorldSkills как-то не укладывается все это в голове. Илья Анатольевна, скажите, как попал-то техникум в эту систему? Ну, вообще, у нас техникум именно в таком составе существует с 2014 года. До этого было три разных учебных заведения. Люберецкий политехнический техникум, Люберецкий политехнический имени Юрия Алексеевича Гагарина и областной техникум межотраслевых технологий. И вот на базе техникума межотраслевых технологий был ресурсный центр, который взаимодействовал с вертолетами России, то есть ресурсный центр всей области. В 2016 году финал национальный WorldSkills проходил именно у нас, в Московской области. И именно наш техникум, тогда уже объединенный, застраивал площадку для обслуживания инвестиционных систем. Вообще, техникумы и система СПО – это как раз основа WorldSkills. СПО – это что? Среднее профессиональное образование. То есть основу WorldSkills молодые профессионалы составляют именно рабочие профессии и специальности. Правильно я понимаю, что задача стоит в том, что все дети, ну, скажем так, не дети, родители хотят, чтобы ребенок отучился всю школу, вот сколько есть, да, 11 классов, там сейчас, представляется, опять 10 или там 12, разные варианты предлагают. Потом пойти в высшее учебное заведение, ну, как говорится, как положено. Вот, и поэтому сегодня по многим профессиям, касающимся вузов, да, есть какой-то перебор. Ну, вы знаете, то юристов у нас много было, то экономистов и так далее. И как-то всегда меньше обращали внимание на то, что нужны нормальные, качественные рабочие профессии. Там тоже нужны профессионалы, потому что мы сталкиваемся сегодня с нехваткой этих кадров. И вот я так понимаю, что вот эта система и появилась для того, чтобы популяризировать, да, эту историю? Ну, изначально, да. Вообще WorldSkills – это одна из задач этой системы именно популяризации рабочих профессий и трансляция лучших образовательных практик и производственных практик, то есть попытка совместить работодателя, очередная попытка работодателя и образование, чтобы лучшие образовательные практики преподавались в профессиональных учреждениях, а работодатели могли сказать, что именно им нужно, и видели на этих чемпионатах реальный уровень подготовки того, что может дать именно техникум, колледж, а не только высшее учебное заведение. А как вот в Люберцах техникум, да, объединенный, да, такая организация, вот, ну, скажем так, рискнул, решил принять участие в этой программе? Ведь это все-таки выход на другой уровень. Это значит, нужно о себе заявлять не только с помощью студентов, да, но с помощью каких-то новых программ. Вот, вы знаете, я когда узнал, что, оказывается, есть вот эти компетенции, да, беспилотные авиационные системы, да, авиатехники, это вообще какой-то такой, ну, там, слесарь, понятно, я не знаю, там, сантехник, понятно, а тут такие серьезные вещи. Зачем это нужно техникуму? WorldSkills объединяет и высокотехнологичные профессии, и традиционные профессии, какие-то даже близкие к народным промыслам. То есть огромное количество компетенций. В настоящий момент у нас, например, на уровне России 119 компетенций. То есть это 119 профессий и специальностей, в которых ребята соревнуются в профессиональном мастерстве. Ну, а как техникум? Ну, для техникума это, в первую очередь, большой шаг вперед в развитии. Если дальше не развиваться, стоять на месте, то и конкурентной способности, конечно, никакой на рынке не будет. Ну, и популяризация, правильно я понимаю? У нас наш директор Калубничкина Ольга Александровна, это человек, который на месте стоять не будет никогда, и нам стоять на месте не даст тоже. То есть это человек, который всегда будет только за развитие, только вперед. Вот, ну, раз уж сейчас речь уже зашла. У нас, например, по эксплуатации беспилотных авиационных систем, не побоюсь сказать, лучшая региональная площадка в России. Когда появилась вообще эта беспилотная, вот я имею в виду, как профессия, как специальность? На самом деле, это пока еще блок фьючер-скиллз, то есть профессии будущего. Набор именно как на специальность сделан буквально там в трех регионах, и максимум есть второй курс этой специальности. Но сами-то люди-то уже беспилотниками пользуются, уже летают, поэтому во многом это где-то дополнительное образование сейчас. То есть открываются школы пилотов, открываются кружки... У беспилотников школы пилотов? Ну да, управление. Ну, у нас это внешнее пилотирование называется. Да, да, да. То есть транспорт у нас беспилотный, в том числе там тот же автомобиль, но есть внешний пилот, который отслеживает это с помощью монитора. То есть есть система внешнего пилотирования. Ну, а теперь хочется подключить к нашему разговору молодого человека, который сидит между нами преподавателем, потому что я тоже в какой-то степени преподаватель. Евгений Куприянов здесь у нас в студии, студент любилетского техникума имени Гагарина, студент второго курса, который, собственно говоря, к беспилотным инновационным системам имеет непосредственное отношение, потому что у него даже медаль уже есть, связанная с этим. Показывайте свою медаль и рассказывайте, как вы и где ее заработали. Ну, занял третье место в WorldSkills по России за эксплуатацию социально-бесплатных систем. И что входило в эту эксплуатацию? Что вы там должны были сделать? Включить, поставить батарейку и вывести на орбиту или как? Нет, ну, у нас было 9 модулей. Ого, 9. Дефектовка, то есть мы должны, внесли дефекты в коптер, и мы должны были найти за некоторое время эти все дефекты. Аэрофотосъемка. Нам надо было сфотографировать объект. Максимально четко. Максимально четко, да. В нашем случае это была труба, и найти на ней дефекты. Ух ты. То есть это, в принципе, такой профессиональный подход. Так, а вам больше всего, что понравилось из этих модулей, и где было сложнее всего? Автономный полет. Что это такое? Ну, мы должны собрать коптер, подготовить коптер к автономному полету. Коптер – это летательный аппарат для телезрителей? И чтобы он полетел по программе, которую мы написали. Правильно я понимаю, что сегодня самолет – это самолет, ракета – это ракета, вертолет – это вертолет. А как называется, беспилотник – просто беспилотник или коптер? Какой профессиональный слайд? Ну, вообще, дрон. Дрон. То есть дрон пока у нас присутствует. Хорошо. Как вы считаете, Евгений, вот это будет вашей профессией, возможно? Где бы вы использовать смогли бы вот эти беспилотники? Потому что дальше мы подключим уже эксперта, нам Елена Анатольевна расскажет о том, тут еще законодательная база есть, а вам кажется, насколько беспилотники в нашу жизнь войдут в ближайшее время? Они уже вошли, но все-таки еще пока так, на уровне любительском. Ну, та же самая аэрофотосъемка, помощь в МЧС. Ага, то есть это если, ну, там, какие-нибудь пожары, не приведи Господи, тяжелые погодные условия. Да, то есть дрон будет летать над местом, где произошло что-либо. Ну, да, фотографии. И смотреть, где, может быть, люди выжили и спасать их. С точки зрения законодательства беспилотники сегодня вообще как? Разрешены или не разрешены? С точки зрения законодательства у нас есть такая ассоциация беспилотников, Аэронет, которая пытается до наших законодателей донести то, что большой самолет с пассажирами и маленький коптер весом 250 грамм, это немножечко разные вещи, и летать они должны по разным законам и законодательным базам в том числе. На настоящий момент, вот, буквально 30 мая в российской газете опубликовано положение о регистрации беспилотных воздушных судов массой 250 до 30 грамм, до 30 килограмм, по которым каждый владелец через 10 дней после покупки коптера, ну, либо самолета, да, то есть беспилотника какого-либо летающего, либо после сборки перед первым полетом обязан поставить, зарегистрировать, поставить на учет это воздушное судно, нанести на него бортовой номер. Ручкой написать. Один момент, где зарегистрироваться-то? В ГАИ, что ли? Сейчас это возложена функция на Росавиацию, на специальный орган по надзору. Подать заявление можно через госуслуги, либо через обычную почту с уведомлением именно на... И номер присваивают они? Они присваивают номер, а мы, да, наносим хоть ручкой, хоть тем. Понятно. Мне это напоминает, когда мы клеили всякие самолетики, модельки. Но мы вернемся, поговорим еще о самой системе, о техникуме через некоторое время. Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в студии Евгений Куприянов, студент Леберецкого техникума имени Гагарина, и Елена Анатольевна Зеляева, преподаватель техникума и сертифицированный эксперт в системе WorldSkills по компетенции как раз беспилотных авиационных систем. До встречи. Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И напомню, что, как всегда, в нашей программе мы говорим о самых интересных, важных событиях и встречаемся с очень интересными людьми и с очень интересными профессиями. Ну и так как мы говорим сегодня о чемпионате по системе WorldSkills, то во время небольшой паузы у нас была, как положено на чемпионатах мира, смена составов. И вместо Евгения Куприянова у нас здесь, в студии, появился еще один участник вот этого проекта, о чем мы сейчас будем продолжать разговаривать, беспилотные авиационные системы, такое сложное словосочетание для некоторых, в том числе и для некоторых ведущих, возможно. Алексей Щекочихин, человек, который тоже с медалью пришел, второе место. Давайте Елена Анатольевна Зеляева, преподаватель Люберецкого техникума имени Гагарина, сертифицированный эксперт в системе WorldSkills по как раз этой компетенции беспилотников, расскажет и представит нам, кто такой Алексей, как он уже умудрился, будучи в столь молодом возрасте, второе место отхватить. Ну, Алексей у нас представитель другой возрастной категории. У нас вообще чемпионаты WorldSkills проводились изначально для студентов, как мы уже говорили, средних профессиональных образовательных учреждений, и это молодые люди в возрасте от 16 до 22 лет. Но буквально два года назад появились новые возрастные категории. Это возрастная категория юниоры, 14-16 лет. И Алексей у нас как раз 16, и это его медаль, которой он, в принципе, шел два года, медаль национального чемпионата, потому что в прошлом году мы первый раз его увидели у нас на региональном чемпионате, там он был вторым. А в этом году он уже дошел до финала, и вторым он стал уже на уровне России, причем в очень жесткой конкурентной борьбе. С ним соревновались в том числе, были в составе члены расширенной сборной именно России, которую сейчас будут на мире представлять. Вот в Казани в августе будет проходить мировой чемпионат WorldSkills. И вот участник, которого, в принципе, даже Алексей обыграл, будет там представлять Россию. То есть там мог бы быть Алексей? Ну, мог бы, но ему в этом году уже 17 будет ближе, и поэтому на мировой чемпионат, да. Он у нас может продолжать во взрослой и взрослой категории. Я очень надеюсь, что дальше у него еще очень большое будущее. Ну, давайте мы покажем Амиру Алексея. Алексей, здравствуйте. Сразу же у нас традиция такая, ну, во-первых, совсем не скажешь, что он юниор. Не знаю, в техникуме, наверное, кашу хорошую там продают, и питание замечательное. Показываете медаль вашу, у нас такая традиция, рассказывайте, в какой борьбе, и почему он получил все-таки первое место, а вы второе. Как такое могло произойти? Ну, давайте начнем с того, что борьба все-таки была очень сложной. Было очень много людей, которые претендовали на эти места, было 9 участников. О-о-о! Все соревновались очень плотно, борьба была за последний балл. Давайте я буду смотреть медаль, прикасаться к великому. А вы рассказываете, сколько модулей-то было у вас? У нас было поменьше модулей. Получается, у взрослых было 9, у нас было 6 модулей. И за счет того, что участник, который занял первое место из республики Тарастан, летал немного лучше меня, он вырвался вперед. То есть дома и стены помогают. Это же в Казани было, да? Дома и стены помогают. Знаете, у нас в Казани, оказывается, я так понимаю, это особенно еще после чемпионата мира по футболу, я как раз там был на матче, вот, и они там это активно продвигают. Алексей, правильно я понимаю, что у вас, как принято говорить, о спорте серебряная медаль с отливом золота? В чем проиграли-то ему? Чего не хватило? Не хватило небольшого навыка полета. Немножко не дожал. Не дожал. Но теперь-то вы переходите уже в другую стадию. И если вы практически уже человек, который боролся за первое место, вот хотелось бы поехать на мировой чемпионат. Ведь вы знаете, что наши ребята, кстати, вот часто очень в социальных сетях, в лентах всевозможных, вот, или в социальных сетях, кому как удобнее ударение ставьте, очень часто такие запросы, вот, наши ребята там, лучшие шахматисты, лучшие компьютерщики, никто об этом нигде не рассказывает ни на одном федеральном канале. Вот вы хотели бы завоевать первое место в WorldSkills на мировом уровне? И что для этого нужно? Конечно, я хотел бы участвовать на мировом чемпионате по WorldSkills в моей компетенции. Для того, чтобы занять там первое место, нужно просто очень долго и упорно работать для этого. А вот как? Какая база есть в Люберцах? Вы что, над техникум вылетаете? Где вы летаете? Как? Вот мы сейчас подключаем к разговору Лену Анатольевну. У нас вообще компетенция эта проводится на чемпионатах внутри помещений, потому что, ну, нужно понимать, например, в Казани мы были прямо рядом с аэропортом. Это no-fly зон, да? То есть это зона непредназначенная, которая для полета, в принципе, непредназначена. Поэтому все чемпионаты, они проводятся внутри помещений, для нас выстраивают специальные полетные зоны. То есть это огороженное сеткой на фермах, практически помещение, высотой 6 метров потолок, сетка по верху, сетка по краям, отдельные входы. И не дай бог же коснуться, это сразу ошибка. Да, да. И, соответственно, все полетные задания выполняются внутри полетной зоны. Вот нам очень повезло. В этом году, благодаря Ольге Александровне, Клубничкиной и нашему директору, вот могу бесконечно повторять это имя, мы получили самую лучшую площадку в России для проведения региональных чемпионатов, для проведения тренировок. У нас есть своя собственная полетная зона, полигон, совмещенный с рабочими местами по периметру. То есть максимально приближена к условиям чемпионатов. Полетная зона по периметру рабочие места расположены, на которых производится пайка, сборка, поиск неисправностей. То есть нужно понимать, что они не просто летают у нас. Неисправности внесены экспертами, их нужно устранить, отремонтировать, нужно взлететь, сделать так, чтобы коптер летал стабильно. То есть взлет-посадка – это только часть? Влет-посадка – это только часть, да. То есть у них есть модуль полет в FPV-очках, то есть они летают от первого лица. Да, это вот как дронрейсинг, то, что является… А какой-нибудь, вы уже извините… Есть перенос грузов, например, где они хватают, вот есть у нас такое, устанавливают этот захват. Как в игре, где игрушки. Да, практически так же, да, но только этот захват нужно собрать, установить, настроить, подключить к нему индикацию, только после этого они полетят, и еще надо на скорость точится, да, это 3 минуты, и 10 грузов, и разного размера отверстий. И в точечку, да? Нужно попасть. Вот не больше трех в маленькую, не больше трех в среднюю, не больше трех в большую, а время идет. Слушайте, я хочу к вам прийти, поиграть, ну, с нашей точки зрения. А вы не проводите какие-нибудь такие, ну, открытые, показательные выступления? Мне кажется, что это, во-первых, привлечет внимание будущих абитуриентов, да, а с другой стороны, это просто очень интересно. Поэтому идем к тому, чтобы проводить соревнования, возможно, это будет кубок имени Гагарина. Мне кажется, даже телевизионную съемку можно сделать. Идем к этому, у нас интерес есть. Я про один кубок Гагарина уже знаю, это будет другой кубок Гагарина. Это будет другой кубок летный, ну, техникум имени Гагарина. Хорошо. Вот появилась площадка только в этом году, поэтому, да, пока мы к этому идем. Молодцы. Алексей, скажите, пожалуйста, для вас это все-таки, ну, как, работа, или все-таки есть еще и ощущение игры? Потому что мне кажется, как говорил один мой близкий приятель, что вся жизнь игра, а мы актеры, вот, ну, это вроде бы говорил Шекспир еще, а он добавлял, а кто не актер, тот актриса. Вот, скажите, Алексей, вам это интересно еще с точки зрения вот какой-то мальчишеской игры, или это все-таки просто уже такая профессиональная подходит? Ну, изначально это, конечно, тяжелый труд. В любой работе нужно очень тяжело трудиться. Это я знаю. И для меня, скорее, это спортивный интерес, потому что я также занимаюсь борьбой. То. Гореко-римской. И это, несомненно, побуждает больше интереса к разным, к разного рода соревнованиям. И... Ну, в том числе и в системе беспилотных и ценных систем. А скажите, самое страшное, это когда он падает, да? Ну, что-то случилось, система отказала. Это самое страшное, что может произойти на соревнованиях? Ну, вот как фигуристы, да? Главное, не упади, главное, не упади. Тогда у тебя есть шанс получить хотя бы второе место, даже если что-то не выполнило. Или не выполнил. А у вас что? Бывают разные ситуации, и, наверное, самое страшное на наших соревнованиях, это сдаться и не пойти до конца. А, то есть, скажите, я больше не участвую, да? Ну, да, что-то наподобие этого. Хорошо. Правильно я понимаю, тут вопрос и к Елене, и к Алексею, что вы в совершенстве, вот этот дрон, который, этот коптер, который у вас в соревнованиях, вы его в совершенстве знаете, да? Ну, как, опять же, автомобиль в Формуле-1 или в Дуисе-1? Знаете, у нас же нет такого, что мы заранее уверены, что оборудование, которое нам дадут на чемпионате, знакомо нам. То есть, вот в этом году, например, финал национального чемпионата проводился на новом типе. А, они вам предоставляют. Предоставляет организатор. У нас, например, есть, ну, развивает эту компетенцию в России фирма Коптер Экспресс Технологии, они там, партнерство Колково, там, директор этой фирмы, Панфилион Олег Владимирович, он является председателем, председателем Ассоциации малых беспилотников России, и вот их конструктор Клевер-4, да, то есть уже четвертая версия, была именно на нацфинале впервые представлена. Вот это WorldSkills Edition. То есть они на студентах бедных пробовали. WorldSkills Edition, то есть у нас, например, региональный чемпионат проходил там на третьих Клеверах, предоедущий там на вторых ПРО. То есть каждый новый финал, это в своем роде сюрприз, который предстоит участникам и головоломка, который предстоит решить. А они что, какой-то туда вносят поломочку какую-то? Ну, изначально это вообще новый конструктор, новый тип коптера, который они в день перед соревнованиями, еще вне зачета времени, сами собирают и под себя настраивают. И как ты это сделаешь перед чемпионатом, на этом ты и будешь летать. Видят первый раз, кто как сумел собрать, тот так и летит. Лирический вопрос. Алексей, а вы какие-то названия, прозвища даете этим аппаратам во время соревнований? И это скорее девочки или мальчики? Знаете, как вот машина есть, ласточка, да, или там еще что-то. Или вот просто это какое-то количество техники жужжащей и все. Нет, я не привык давать прозвища как минимум коптерам. Ну, скорее это все-таки... Я бы сказал девочка. Девочка, понятно. По характеру. По характеру, поэтому она иногда может и упасть. Так и знала, особенно в автономке. Хорошо. Ну и еще вопрос к Елене Анатольевне. Все-таки вы сертифицированный эксперт. Хочу обратить внимание, по системе WorldSkills существует два. Ну, как бы, это тренер, который готовит, да, команды и люди, которые, собственно говоря, оценивают, ну, судьи, да, по-русски говоря. То есть вы являетесь сертифицированным экспертом. Вы жесткий эксперт. Вы же, наверное, не имеете права судить своих. Вы судите других или как? Вообще, по правилам соревнований, да, эксперты своих участников не судят обычно. То есть есть определенные регламенты, в которых допускается судейство своего региона, но ни в коем случае не своего участника. Да, но это, естественно, не нацфинал. С вами можно договориться? У нас есть кодекс этики. Вот кодекс этики WorldSkills запрещает кому-либо о чем-либо договариваться. Создавать коалиции, либо каким-либо образом давать преимущество одному участнику. Не из любых соображений. Все, как говорят в народе, по-честному. Спасибо вам большое. Напомню, что сегодня у нас в студии Елена Анатольевна Зеляева, преподаватель Люберецкого техникума имени Гагарина, сертифицированный эксперт в системе WorldSkills по компетенции беспилотных авиационных систем, а также были два участника, два медалиста. Это был Евгений Куприянов, студент техникума, и Алексей Щекочихин, который, я так понимаю, готовится стать студентом. Да, Алексей? Да, все правильно. Мы желаем вам всего самого доброго. Очень, мне кажется, интересный был разговор. Ну, а если вы задумались о приобретении беспилотных систем, то сначала отучитесь в Люберецком техникуме. Меня зовут Николай Пивненко. Я желаю вам всего самого доброго. Это была программа «Открытый диалог». Пока. Субтитры подогнали Симон.